ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 17 февраля 2017 года один из зрителей ОМ-ТВ под видео, в котором изобличается кремлевская агентура в среде украинских журналистов, задал резонный вопрос. ОМ, а как тогда отличить нормального россиянина от ватника, который в случае чего будет косить под хорошего? Дело в том, что в материале, который называется «Кто устраивает Майдан 3745», мы предельно ясно выразили свое отношение к той многомиллионной части жителей России, которая не поддерживает путинский режим. Мы просим не грести под одну гребенку всех россиян и не опускаться до оскорблений в адрес тех, кто часто с риском для жизни борется с политикой кремлевских агрессоров. Кто-то выходит на митинги и пикеты в Москве и Петербурге, кто-то вливается в ряды вооруженных сил Украины и дает отпор оккупантам с оружием в руках, а кому-то удается вести борьбу за умы граждан России в эфирах телеканалов и радиостанций, принадлежащих кремлевским структурам. В этом материале мы хотим обратить ваше внимание на российского писателя и публициста Дмитрия Глуховского, который с первого дня начала агрессии против Украины занял принципиальную позицию, в корне отличающуюся от навязываемой Кремлем. Как раз в разгар новой информационной кампании против Украины, когда из сундуков достаются животрепещущие истории о карателях и нацистах в рядах украинских патриотов, Глуховский дает еще не свихнувшейся окончательно части российского общества пилюлю правды. Тот самый батальон Азов, который прославился своими зверскими пытками в Мариуполе и Широкина поджигали тогда они людей. Вот этому парню жгли руки. Нацистский символ Вольфсангель, волчий крюк. Что такое русский мир? Это, если я считаю себя принадлежащим к русскому миру, я есть русский мир. Причем убивают те, кто считают именно русский мир проблемой. Их убивают, к сожалению, люди, говорящие по-русски, за то, что они хотят говорить по-русски. Вот что самое чудовищное. Это, на котором вы показываете, это батальон Азов, где действительно очень ужасные фашисты. На Украине есть очень много фашистов, но это не фашистская власть. Какой часть украинского населения голосует за фашистов? Это где-то 2,5 за правый сектор. Еще раз, если вы считаете, что фашизм на Украине только правый сектор, посмотрите внимательно, кто шел по спискам блока Петра Порошенко, например. Или кто шел по спискам вместе, соответственно, с Батьковщиной. Вы там много замечательных людей смотрите, которые официально растили нацистскую символику. Официальный призыв присоединяется к блокаде еще и Азов, который иголки под ногти вставлял людям в 2014 году. Там люди говорят об одном, что по ту сторону стоят люди с нацистской идеологией. Мы не воюем против украинского населения. Мы воюем против националистических и нацистских формирований, которые стоят по ту сторону и не скрывают своих националистических взглядов. Вот и все. Защищать нужно всех, не только русских. И украинцев тоже надо защищать от фашистов. На Украине достаточно людей, которые хотели бы и могли бы защищать себя от фашистов. Слава Украине, героям славы. Это что такое? Они зигуют. Это как раз клич вот тех самых эсэсовцев, которые убивали людей. Они друг друга приветствуют. Это один процент? Это не один процент. Пока семейная пара кремлевских пропагандистов Скобеева и Попов травит зрителей федерального канала баснями об укронацистах и благородных писателях-террористах, Дмитрий Глуховский в эфире «Эхо Москвы» предлагает отличный материал для проверки на адекватность граждан России. Если хоть один из тезисов, изложенных Глуховским, поддается критике и пересмотру, это стопроцентный ватник, и дальнейшие дискуссии с ним бессмысленны. Мы даем лишь короткий фрагмент эфира с участием Дмитрия Глуховского, а полную версию вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в описании к данному видео. Крым это был совершенно волшебный трюк, который заставил всю недоедающую и при этом ностальгирующую по Советской империи часть нашего общества забыть о том, что они недоедают. Им была представлена симуляция восстановления нашего имперского величия. Они это купили и забыли, что буквально за год-полтора до крымской ситуации они считали, что страной управляют воры, что главная цель нахождения во власти так называемых элит, хотя, конечно, к элитам эти люди никакого отношения не имеют, это просто разворовывание. И вся риторика так называемой патриотической общественности, она была очень антиолигархическая, она была очень заточена на критику Путина. Эти люди им как будто бы сознание перегрузили, как будто у них одну лампочку выкрытили, другую вкрутили. Сам тот факт, что те же самые люди, которые в своих интересах использовали недра и все предприятия, находящиеся на поверхности Российской Федерации, просто как свою частную собственность и к стране так же относятся, как к своей частной компании. Эти же люди, присоединив Крым, они вовсе не изменили своей природой. Они продолжают ту же самую политику и недропользование и отношение к России как к своей частной собственности. И, соответственно, к нам, в лучшем случае, как к клеркам в этой своей компании, а в худшем случае, как к крепостным. Почему? Крым, видимо, за счет своей символической ценности какой-то, и за счет какой-то изящества, с которым эта операция была провернута по выдергиванию одеяла из-под соседа, оказала какое-то волшебное воздействие на сознание патриотической общественности. И сейчас те же самые люди остаются у власти, тем же самым они занимаются. Но почему-то они заслужили этим своим трюком волшебным, невероятную любовь, ну и всего народа в частности, но и тех, кто очень активно критиковал власть. Там Захара Прилепина, например, который был активнейший оппозиционер, а теперь он с удовольствием фотографируется на фоне портретов Владимира Владимировича. Он и воевает, как мы знаем. Ну, затмило сознание у людей, понимаете. То есть, если вернуть Крым, как бы ни случилось, мне кажется, несмотря на все умения Константина Львовича Эрнста и Олега Борисовича Добродеева, которые можно сравнить только с Кашпировским и Чумаком по силе воздействия, как бы, мне кажется, это вот Кашпировский и Чумак сегодняшних дней. По их способности воздействовать на сознание и подсознание отечественного обывателя, несмотря на всю их магию, если вернуть Крым, все, мне кажется, ну, как бы, тыква, тыква в тыкву превратится все, понимаете. А писатель Дмитрий Глуховский, если бы вдруг стал президентом, что бы с Крымом сделал, тоже бы не стали сдаваться? Это очень коварный вопрос, потому что я хочу продолжать иногда посещать территорию Украины. Мне кажется, присоединение Крыма было совершенно нелегитимным, это, ну, однозначно, это была армейская спецслужбистская спецоперация, и она была, ну, оправдана референдумом, но и присоединение судетов к нацистской Германии было оправданным референдумом, как мы все знаем, вот, и действительно население судетов искренне за все это голосовало. Если вы предлагаете мне сейчас попасть под статью о призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, скажут, что мы отдадим Крым, эта ситуация неоднозначно этическая. Я надеюсь на то, что в будущем, когда, значит, у нас в нынешнее поколение людей, случайно оказавшихся во власти, уступит место людям, которые действительно во власть попали, потому что их выбрали, после каких-то процессов по демократизации, когда мы станем вменяемым европейским государством, и Украина станет вменяемым европейским государством тоже, пройдя нынешний период, так сказать, национализма и поиска в себя, мы сможем объединиться в каком-то новом интеграционном процессе с Украиной, в частности, и с другими бывшими нашими республиками уже на совершенно каком-то новом этапе. Не как феодально-бандитское государство, которое шантажирует и отжимает территорию у соседей, а как современное государство европейского типа. Вы сейчас тоже лавировали, кстати. Ну, вы мне не хочется в тюряшку, с одной стороны, хочется ездить в территорию Украины, здесь все понятно. Правильно я понимаю, что добьемся того, чтобы не существовала непосредственная граница между Россией и Украиной, и чтобы Крым чисто даже формально не был чьей-то территорией. Просто люди могли... Да, это лет через 50 может произойти, мне кажется. Лет через 50, не раньше. Но к этому времени Крым в составе России будет больше по временному промежутку, чем Крым в составе независимой Украины. И дальше вопрос будет решаться еще сложнее. Я повторюсь, я надеюсь, что мы придем к ситуации, когда интеграционные процессы позволят нам вообще не задаваться этим вопросом. Точно так же, какая разница, относится ли Северная Ирландия к Великобритании, или она независима, если все это является частью Евросоюза. А вот когда Евросоюз исторгает из себя Великобританию, или Великобритания уходит из Евросоюза, вопрос встает с повышенной остростью. Так же, как и вопрос о принадлежности Шотландии. То есть, я надеюсь, что все-таки у нас будут... Во-первых, мы когда-нибудь станем нормальной страной, а во-вторых, мы сможем таким образом начать снова воссоединяться с нашими бывшими братскими народами, которых мы, ну, из-за нашей очень неудачной постклониальной политики от себя отпугнули, растеряли, оттолкнули и так далее. А вы считаете, что 50 лет — это достаточно срок для того, чтобы наладить отношения с народом, который в нас видит сейчас непосредственного военного врага? Я думаю, что при режиме Путина или наследников Путина это не случится вообще никогда. То есть, это все очень, так сказать, обусловлено различными обстоятельствами. И мы не знаем, какие процессы политические будут происходить на Украине, кто там окажется у власти через 10, 20, 30 лет. Мы не знаем, что у нас в стране будет происходить и насколько путинской стабильности хватит, как Тришкину кафтану, и когда там затрещит по швам. Поэтому это все вещи, то есть, как бы, и вы хотите, чтобы я как фантастом какой-то прогноз сделал, я не берусь. То есть, я же, с одной стороны, как правильно отметил Алексей, я как бы фантаст, но, с другой стороны, я журналист-международник со стажем, там, 10-летним работы в СМИ. Поэтому здесь моя, как бы, журналистская этика превалирует над моей этикой человека, который просто от вольного заявляет какие-то вещи. — Предпочитаете не фантазировать над этим? — Нет, ну, повторюсь, разумеется, ситуация такова, что мы своими действиями, да, в частности, действиями так называемых добровольцев, которые в очень большой степени являются наемниками, очевидно, и там, судя по многим докладам независимым действиям подразделения нашей регулярной армии и так далее, мы просто устроили войну на территории сопредельного братского государства. Разумеется, они в нас видят агрессоры, и, разумеется, простят ли они нас, это большой вопрос. Патриотическая общественность считает, что ничего забудут, ничего простят, она, правда, параллельно считает, что надо дойти до Киева, то есть у нее, очевидно, совершенно шизофренические симптомы, заметные в ее риторике. Мне кажется, что, там, сказать, надо молиться и каяться, да, и когда-то, может быть, что-то удастся наладить. Хотя, тут вопрос, ну, читая некоторых журналистов российских, которые уехали, там, политически, по политическим соображениям, территорию Украины, складывается впечатление, что они, ну, они уже больше украинцы, чем украинцы, и они нас не простят никогда от лица украинцев. С другой стороны, поскольку я все-таки стараюсь заниматься народной дипломатией, территорию Украины периодически посещаю, в прошлом году был и в Киеве, и в Одессе с огромным удовольствием, очень люблю эту страну, вне зависимости от политических процессов, которые происходят, и очень люблю Киев и Одессу, мне кажется, что обычные люди, обычных людей готовы простить. То, что они, значит, в нашем президенте видят наследника лидеров Третьего Рейха, это другой вопрос. Вот, а к, ну, то есть, если я лично оккупацию, там, присоединение Крыма не поддерживаю, то... — Смотрите, в этом тоже есть какой-то лукавый подход. То есть, люди готовы вас простить, если вы придерживаетесь определенной точки зрения. — Ну, я эту точку зрения придерживался и в процессе. Я ее придерживался и до, я ее придерживался в процессе. Для меня вот эта наша операция, спецоперация с Крымом была совершенно очевидна эхом гитлеровских выходок с судетами и, так сказать... — А вы в Крыму не были после или до? — После не был, до был. — А во время там... — Во время не был. Не, не, не. Пускай, что действительно очень большая была там народная поддержка в пользу воссоединения с Россией или присоединения к России. Да, но это никакого отношения к международному праву не имеет, потому что недостаточно было опросить только население Крыма. Надо было еще опросить честным референдумом населения Российской Федерации и надо было еще опросить честным референдумом население Украины. Хотят ли украинцы отдавать свою территорию, которая там 20 с лишним лет с ними была, России? Да, и то, мне кажется, конституции этих государств и в особенности все международные договоры, подписанные между ними, они не предполагают вот такого способа передачи территории. Если сейчас китайцы, которые проживают в Хабаровске, проголосуют за присоединение к Китаю, что это будет нормально для нас, мы как бы к этому с пониманием отнесем, скажем, ну, такова воля народа. Или если сейчас жители Калининграда попросят, чтобы их переименовали в Кёнигсберг и вернули в Германию. Ну, двойные стандарты в геополитике, это не сегодняшнее открытие, это очень... Ну, понятно, конечно, но вы же просите реальную политику оценивать этическими критериями, да, и я пытаюсь свои какие-то обычные повседневные жизненные этические критерии к этому как-то применить. Вообще, международная политика, разумеется, управляется с моей точки зрения, я, повторюсь, и учился международным отношением. Она управляется, разумеется, прежде всего, соображениями реальных интересов, которые потом как-то оправдываются для населения с попыткой натянуть на эти реальные интересы какое-то этическое оправдание, идеологическое оправдание и так далее. Про Прилепин, если можно, спрошу, мы его тем более упоминали. Дмитрий, а Прилепин для вас перестал быть писателем в связи со своим вот этим вот новым этапом в карьере? Знаете, у меня к нему сложно очень отношение. Дело в том, что до того, как случился Крым, мы с ним находились в приятельских отношениях, поэтому мне немножко сложно его, в принципе, осуждать, поэтому я не буду не про Прилепин, а в целом про ситуацию. Мне кажется, что, наверное, писатель, конечно, как Захар об этом говорит, может воевать, да, но в том случае... — Это не журналист, в конце концов. — Ну, совершенно верно, то есть, ну, Захар же, он как бы журналист и колумнист, и писатель, и комбат, и бизнесмен, и все в одном лице, ему приходится за все эти, значит, роли свои отдуваться, и вот сегодня, значит, он комбат, а завтра все-таки надо ехать по стране, там, и за всеми постановками следить, и встречи с читателями книжки подписывать. — Значит, в целом, просто повторю свое отношение к войне на Украине. Это война, не внутренний украинский конфликт, как нам пытается объяснить Дмитрий Песков, да, и все остальные наши официальные лица. Совершенно очевидно, что это война между Российской Федерацией и, значит, Украиной, связанная с тем, что Российская Федерация не хочет терять Украину как своего сателлита, и пытается сохранить Украину в сфере, в орбите своего влияния, значит, устроив и поддерживая на ее территории тлеющий военный конфликт, который она использует в связи с тем, что нынешнее украинское руководство не лояльно России в качестве такого рычага определенного, да? — Очень дорого обходится. — Обходится дорого, но, видимо, с точки зрения геополитики это оправдано. — А. — Поэтому... — Так это наоборот, смотрите, почему это... — Обходится имиджево или обходится финансово, вы имеете в виду? — И имиджево, и финансово. Дело в том, что очень много проблем удалось бы решить, если бы этот конфликт закончился. То есть не стоит овчинка выделки. — Мне кажется, что нашему руководству это... — Политический ресурс на Украине Россия уже потеряла. А может, дело только хуже. Продолжающаяся война только отворачивает население Украины от России, от политических кругов России. — Нет, но, как минимум, есть статья в уставе НАТО, которая говорит, что страна, находящаяся в состоянии вооруженного конфликта или имеющая неразрешенные территориальные претензии с другим государством, не может вступить в НАТО. Вуаля. То есть пока наши находятся там добровольцы, и пока на территории Украины продолжается конфликт, Украина не вступит в НАТО. Всё. Значит, это уже достаточно серьёзная причина, учитывая, как параноидально по отношению к НАТО настроено наше руководство, достаточно серьёзная причина, чтобы поддерживать эту ситуацию. И это же причина не отдавать Крым, потому что Крым тоже является таким неразрешимым и неразрешаемым территориальным конфликтом. Я хотел у вас уточнить. В этом вопросе, большом украинском, два вопроса. Вопрос Крыма, который для России красная черта, всё, за него не перейти, Крым не отдать. И вопрос Востока Украины, который является в общем-то... Разменной картой в определенной степени. Вот здесь возможен этот компромисс, с вашей точки зрения? Совершенно очевидно, исходя из даже нашей официальной и неофициальной риторики, из всего инсайда, который мы получаем, что это является Донбасс, и судьба Донбасса является разменной картой. То есть, видимо, наше руководство хотело бы отдать формально Донбасс Украине, при этом сохранив там свои элиты и все рычаги влияния. То есть, повторюсь, это рычаг влияния на внутреннюю и внешнюю политику Украины. По этой же причине Украине сейчас не очень выгодна интеграция Донбасса, несмотря на проводимую там анти... так называемую террористическую операцию, да, хотя вопрос теперь является антитеррористическим. Потому что она получит вот этот рычаг обратно себе под их, и из Москвы смогут его вверх и вниз ворочать, доставляя существенные неудобства Украине. Сейчас без Донбасса Украина достаточно монолитна, достаточно несмотря на различные политические конфликты, и очевидных агентов влияния Москвы в украинском политическом эстеблишменте нет, их всех вычистили. Поэтому Украина проводит политику на дальнейшем, национализацию и даже такой, как бы, избыточную межнационализацию. То есть можно следить, если кто-то подписан на украинских людей в фейсбуке, мы видим, что у нас Украина из повестки дня, в принципе, почти пропала, там до Авдеевки ее вообще не было. Нам разрешил телевизор про Украину забыть, переключив нас на Трампа. И люди у нас, поскольку они в целом обладают сознанием аквариумной рыбки, верят в то, что им говорят и помнят ровно столько, сколько им об этом напоминают, значит, из ящика, они про Украину начали забывать. А вот на Украине как раз людям про ситуацию забывать не дают. Во-первых, потому что на их территории идет война, где гибнут люди. Во-вторых, потому что в данном случае они потеряли достаточно существенную территорию, и они являются жертвой, а агрессором является другая сторона. Это мы, как агрессор, можем позволить себе простить себя и забыть о том, что мы отпиливаем в этот момент у соседа ногу. А соседу, у которого отпиливается нога, ему об этом забыть довольно сложно, потому что она болит и отпиливает без анестезии. И вот, в общем, такая ситуация сложилась. И у них, конечно же, государственная риторика и информационная политика, они продолжают настраивать население, разумеется, по понятным соображениям, против России, против современной российской политики. И я думаю, что не раньше, чем через 50 лет, о которых я говорил, они смогут вообще хоть как-то что-то забыть и о чем-то, значит, за что-то нас простить. Потому что их активно продолжают, разумеется, настраивать против России. 50 лет — это два, по-моему, поколения, да? Я думаю, что нужно два поколения. Я думаю, что нужно два поколения. С их точки зрения, это предательство братского народа. То есть это мы посчитали, что если они вдруг хотят просто в Евросоюз, это предательство нас. Теперь какое же предательство, когда брат на тебя нападает, отнимает у тебя территорию, крошит твое гражданское население на твоей же территории, и все это покрывает безумным мифом о реинкарнации Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. О оставших из могил фашистов, в которых наши партизаны, ополченцы. Мы даже не обращаем внимания, насколько мы приняли навязанную пропагандой терминологию ополченцев. Что такое ополченцы вообще-то? Еще бы партизанами их называли. Это риторика и терминология с однозначно позитивной коннотацией, которую мы, администрация президента, подчеркнула и окружающее экспертное сообщество подчеркнули из истории Великой Отечественной войны. А как их называть? Как их называть? Ну, называть боевиками, называть их сепаратистами, а граждан России называть наемниками. А уже как называть их сепаратистами, если они не требуют отделения? Они требуют больших прав? Нет, нет, они, секундочку, не требуют отделения. Там есть просто различные... Ну, сегодня нет, а завтра да, и... Ну, вчера-то это было да, понимаете, сегодня нет... Вчера да, согласен, абсолютно согласен, не спорю. Но сегодня, поскольку Москва явно не горит желанием принимать их под свое крыло и даже обеспечивать независимость, речь идет о том, чтобы договориться, но на условиях Востока. Ну, в смысле, на условиях ДНР и ЛНР. Ну, а какого ДНР и ЛНР? Вот весь этот изначальный, как называется, весь первый ряд этих бойцов, все эти первые ряды, которые, значит, собственно, и под знаменами русской весны. Русской, на секундочку, весны, потому что они защищали интересы русского населения от украинских фашистов. И так все это подавалось. Просто время от времени надо людям напоминать, потому что если людям не напоминать, они как-то это все очень быстро забывают. Эти люди, где они сегодня? Они перемерли удивительным образом. И дай бог здоровья, да, Захар Палипин, я вот отличаю от Веры Полосковой вообще, не дай бог, чтобы с ним что-то случилось, потому что, ну, все-таки с тыс человеком однажды дружил, это и никогда, мне кажется... И вообще желать смерти. Не-не-не, упаси Господь. Я хотел бы, чтобы он, мне кажется, одумался и провел какую-то грань все-таки между пиаром и продажами и, ну, и человеческими жизнями. А вы думаете, что все-таки, что здесь вопрос пиара существенный? Ну, у меня есть личный психоанализ, как бы, этой ситуации. Мне кажется, Захар столько говорил про войну и столько играл в войну и столько... ну, по какой-то момент ему пришлось, как бы, отвечать за свои слова, скажем так. Быть тем, кем он... Может быть, он просто нашел свою стихию, человек увлеченный войной? Ну, он и не терял, в общем. Надо помнить, что слава его началась как военный ОМОНовский писатель, да, с историей военных, связанных с его участием в чеченских спецоперациях, где он несколько раз находился в командировках. Как ОМОНовец. Вот. Но, поэтому, может, человеку просто нравится воевать. Вот человеку нравится воевать, выживать, ему нравится адреналин, ему нравится ощущение власти над другими людьми, может быть, ему нравится ощущение боевого братства, может быть, ему нравится, там, не знаю, стрелять в людей. Мне, например, вот совершенно не нравится стрелять в людей, я этим никогда не занимался и не планирую. Видите, как вы говорите, у вас с ними были приятельские отношения, поэтому в каком-то смысле это вас ограничивает. В тот момент, когда он стал призывать к уничтожению украинцев, в тот момент, когда он стал призывать к кровопролитию, игры постмодернистские в какую-то консервативную риторику, в советскую ностальгию, они кончились. В тот момент, когда проливается кровь человека, мы закончили играть в навязанную, не знаю, Вячеслав Юрьевичем Сурковым или Вячеслав Викторовичем Володином какие-то игры. Я немножко даже не об этом. Я о том, что то братство, о котором вы говорите, частью которого сейчас является Захар Прилепин, оно ведь тоже накладывает совершенно определенные обязательства, не обязательства. Человек мыслит немного по-другому, потому что эти люди для него друзья, братья и так далее и тому подобное. Он разделяет их точку зрения еще и поэтому. В это погружается, но он не должен забывать о том, что он ехал-то туда не в качестве солдата. И он не является солдатом. Это солдат прежде всего пропагандистского фронта. Это человек, который из себя делает, лепит героя, образец для подражания, которому должны следовать другие люди. Он носит ТТ не столько для того, чтобы стрелять действительно из этого ТТ в голову каким-то украинским пленным или солдатам на передовой. Он носит его, чтобы создать себе героический образ, который должны потом покупать русские подростки. Понимаете? И в этом его преступление. Не в том, что если он там защищаясь, защищая свою жизнь, действительно в кого-то выстрелит, а в том, к чему он призывает. А призывает он к продолжению братоубийственной войны, неправедной войны. Он не защищает Россию от внешней агрессии. Он покрывает наши постколониальные военные авантюры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин А.Семкин Корректор А.Егорова